Сванидзе Николай Карлович, российский тележурналист, историк, ведущий ряда программ на российском телевидении, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института масс-медиа РГГУ, преподаватель Московского института телевидения и радиовещания Останкина, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в городе Москва. Его отец Карл Николаевич являлся заместителем главного редактора издательства политической литературы ЦК КПСС, а мать Адалаида Анатольевна работала историком и преподавала в университете. Николай унаследовал от родителей все самое лучшее – аналитический склад ума и гуманитарные способности. Благодаря этому он успешно окончил Московскую школу номер 56 с углубленным изучением английского языка. Получив аттестат, поступил на исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Будучи студентом третьего курса, вступил в КПСС и покинул партию только с развалом СССР. Получив диплом, Николай Карлович более 10 лет проработал в должности преподавателя истории в Институте Северной Америки при Академии наук СССР. В это же время читал курс лекций по новой истории стран Западной Европы в Российском гуманитарном государственном университете. В 1991 году Николай Карлович пришел на российское телевидение, получив приглашение стать комментатором программы «Вести». При этом он не появлялся в кадре, а только писал закадровые комментарии и озвучивал их. Вскоре Сванидзе вышел в эфир в качестве ведущего программ «Контрасты, подробности, зеркало», «Исторический процесс» и «Суд времени». В разное время вел циклы исторических телевизионных программ и телефильмов. Сванидзе настолько успешно трудился в журналистике, что его выбрали на пост руководителя телерадиокомпании. Программы о ситуации в России становятся одними из самых рейтинговых. Указом действующего президента в 1994 году Николай Карлович награжден орденом за личное мужество, который тот получил за освещение событий октября 1993 года. Деятельность журналистов в те сложные для страны дни оказалась сопряжена с угрозой для собственной жизни, но об этом он тогда и не думал. Помимо правительственной награды, в 1995 году Сванидзе присуждают премию ТЭФИ как лучшему ведущему новостной программы. С начала 21-го столетия Николай Карлович ведет аналитическую программу на канале РТР. Ведущий записывает цикл передач для Радио России «Особое мнение» с Николаем Сванидзе. Он создал фильмы, которые показали по главным каналам страны «Жаркий август 1991 года», «Футбольные войны», «Цыпленок жареный», «13 месяцев Егора Гайдара». В этот период Николая Сванидзе приглашают на съемки в сериал о первой жене Сталина, в которой он сыграл роль брата Екатерины. Такой факт позабавил журналиста, особенно уверение режиссера фильма в том, что Николай очень похож на героя Алексея Сванидзе. С 2005 года в течение 9 лет Сванидзе входил в Общественную палату России, занимал пост председателя комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести. С 2007 года он возглавляет кафедру журналистики факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, а также преподает в Московском институте телевидения и радиовещания Останкина. Вскоре он был избран директором института масс-медиа РГГУ, где также читает курс лекций по дисциплинам информационно-аналитическая журналистика и журналистика глазами журналиста. Николай Карлович является членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. С ноября 2013 года он работает на радиостанции «Серебряный дождь», где ведет программы «Тема дня за 60 секунд», «История в лицах» и «Главные темы недели». В 2018 году Николай Карлович Сванидзе выпустил свой документальный фильм под названием «Умереть вовремя». Через год журналист представил свою новую работу «Не враги», а в 2019 году состоялась премьера проекта «Год после Сталина». Личная жизнь Николая Сванидзе отличается стабильностью и гармонией. Вот уже больше 30 лет Сванидзе счастливо женат на журналистке Марине Сергеевне Жуковой. Познакомились с супруги в далеком 1983 году, летом, когда молодой Николай подрабатывал спасателем на московском пляже. В компании бывших студентов МГУ политолог и повстречал будущую жену – красавицу Марину. Марина Сергеевна долгие годы выступала помощницей Николая на телевидении, а сегодня она занимает пост редактора программы «Зеркало». У Николая и Марины родился сын, который уже женат, и подарил родителям внучку Марианну. Кроме работы Николай любит читать, плавать, играть в футбол. Еще Сванидзе коллекционирует виски и сигары. Продолжение следует...